Россия будет и дальше оставаться посредником между курдами и сирийскими властями. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил наш постоянный представитель при организации Василий Небензи. Он подчеркнул, что без восстановления контроля сирийского правительства над всей территорией страны решение курдского вопроса невозможно. Василий Небензи также поинтересовался у западных коллег Совбези, что именно их страны делают для восстановления Сирии. Наш дипломат отреагировал на реплику по спреда Германии, упомянувшего о статье в американской Нью-Йорк Таймс, где говорилось об ударах, которые якобы наносились российскими ВКС по больницам в Сирии. Этот эпизод, напомнил Небензи, уже неоднократно был опровергнут. Вы можете не передавать мне статью из Нью-Йорк Таймс. Я ее видел. Этот очередной фейк, который там появился, был уже давно опровергнут нашим Министерством обороны. Фейк довольно дешевый. Это совершенно очевидно. Я тоже хочу вам кое-что передать. Я передам вам текст своего брифинга на пресс-конференции, которую я провел для журналистов, где я рассказал им о том, какими фейками, подлогами и подделками пользуются в ходе так называемой процедуры декофликтинга, так называемые достоверные источники ООН в Идлибе, и которыми, к сожалению, впоследствии пользуются представители Организации Объединенных Наций. Организации Объединенных Наций